В имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, было повествование о том, как вышел сеятель сеять семена. Когда он сеял, то семена падали на разную почву. Одни семена падали на дороге, и птицы небесные прилетали и клевали эти семена. Другие падали на каменистой почве, и там не было влаги. И вскоре это семя засыхало. Третьи семена падали между терней, и терния были сильнее, и заглушали рост этого семени, и оно погибало. А четвертые падали на добрую почву и приносили разный плод. Одни в тридцать, в пятьдесят и в сто крат, как говорит нам Евангелие. Наша жизнь, братья и сестры, она подобна очень этой притче, потому что в этой жизни мы всегда что-то сеем. Или бываем сами полем, на которое кто-то сеет. Бывает так, что поначалу мы дети, и нас засевают. Засевают нас родители, преподаватели в школе, соседи, друзья. Да и собственно до седых волос человек бывает этой почвой, на которую сеют семена. Конечно, они не всегда бывают хорошие, эти семена. А бывает, что и мы сами засеваем чью-то жизнь. Иногда мы не отдаем себе отчета, и нам кажется, что все то, что мы говорим, мы имеем право на то, чтобы говорить. Что мы делаем, мы имеем право на это. Но наступает время, когда те семена, которые мы посеяли, они начинают прорастать и начинают давать свои плоды. И вот бывает очень неожиданно для нас, когда мы видим, что плоды бывают не всегда хорошие. А доброе семя, которое в нас сеяли, оно не проросло, потому что мы были плохой почвой. Или бывали просто такой, знаете, поверхностью дорожной, по которой все ходят. Потому что мы всем позволяем ходить по себе, по своим мозгам, по своей душе. И то, что было хорошего, все птицы склевали. Особенно, когда мы открываем свою душу и смотрим, к примеру, все подряд по телевизору или там по компьютеру, или просто слушаем всякие пустые разговоры. Все поклевали, ничего нет. Хотя вроде бы что-то хорошее кто-то в нас сеял. Или как почва каменистая. Нет там влаги. Она сухая. Или как терния, которые в нашей жизни являются страстями всевозможными, привычками плохими. Знаете, один из святых отцов он заметил и говорит, когда я вижу, что человек слишком увлекся каким-то грехом, чем-то плохим, то знай, что этот человек очень скоро будет равнодушен к Богу. Потому что все это плохое, дурное, оно в нем заглушит жажду Бога. Заглушит в нем совесть. И ничего там не будет доброго. И вот смотришь часто, если человек увлекся уже чем-то, все, он равнодушен к Богу. Он холоден к Богу. Все, что связано с Богом, вызывает в нем тоску, нежелание, равнодушие, холодность. А что потом? А потом жизнь просто пустая. Нет ничего доброго, не взошло ничего доброго в этой жизни. Просто камни и буйствует сорняк. Так и в нашей жизни, братья и сестры, часто бывает. Вот мы уже говорили об этих словах. О словах, которые нам, пока мы не чувствуем ответственности перед Богом, пока мы не осознаем, о том, что сам Бог назвался Словом Божьим. Помните, в Евангелии как сказано, что Сын Божий это Слово Божие. В этом величайшая ценность Слова. Потому что изначально Бог дал человеку дар Слова для общения с Ним. Не для межличностного общения, а для общения с Ним. Это потом уже у Адама появляется Ева, и он разговаривает с ней. А поначалу он общался только с Богом. И поэтому, если в наших словах утеряно духовное измерение, если в наших словах нет Слова Божьего, значит, рано или поздно сорняк восторжествует. Вот почему мирские люди очень любят ругаться. Я имею в виду использовать всевозможные плохие слова. И более того, я как-то не так давно слушал дискуссию людей культуры, литературы, которые были убеждены в том, что маты они вполне нормальны, потому что через них, как они говорят, человек может больше всего выразить свои эмоции. Никто не возражает, что именно через них выражают свои эмоции. Но скажите, пожалуйста, а какие? Можно себе представить, чтобы через мат человек выражал хорошую эмоцию? Это невозможно. Только плохое человек выражает. А если он плохое выражает, то есть он сеет ветер, значит, он завтра будет пожинать бурю. И ведь если разобраться, вот как мы общаемся друг с другом, особенно как общаются муж и жена, как они общаются? Как правило, часто эмоционально. А когда человек эмоционально общается, он почти не контролирует уже словесный поток. Он начинает использовать разные слова, ну, которые можно в одном слове выразить все. И что потом? А потом, братья и сестры, остывшие сердца и души друг другу. Почему сейчас разводы? Почему их так много, вернее, сказать? А потому что люди своими эмоциями разбивают друг другу сердца. они настолько остывают друг другу, становятся холодными, что они говорят, все, я уже разлюбил, я не могу дальше жить. Беда в том, что этому человеку не то с детства не объяснил, что он вообще еще и не любил этот человек, потому что любовь это всегда жертва. Почему мы на груди крестик носим? Что такое крестик? Крестик это прежде всего образ жертвенной любви, а когда мы осеняем себя крестным знаменем, что это значит? Это значит, что мы перечеркиваем как бы себя, перечеркиваем, вот как мы можем крестом зачеркнуть что-то, и когда мы налагаем на себя крестное знамение, мы зачеркиваем себя, зачеркиваем в себе своеволие, которое не ведет человека к любви, а ведет только к самолюбию. И мы говорим в этот момент, когда осеняем себя крестным знаменем, что Господи, да будет Твоя воля. И почему человек часто стыдится, не хочет наложить на себя крестное знамение, потому что он не хочет зачеркнуть в себе этот эгоизм, а Господь говорит, зачеркивайте. Потому что сам Господь показал пример, Он сказал, я пришел исполнить волю Отца, не свою, а волю Отца. И только такой человек, который зачеркивает в себе эгоизм, самолюбие, только этот человек может сеять так, что плоды этого сеяния будут добрые. Поэтому нам в жизни нужно выражать не эмоции, которые так стремятся выразить и часто говорят, ну нужно, чтобы было как бы побольше эмоций. Но эмоции, братья и сестры, это как в лампадке масло. Вот возьмите фитилек больше, вытащите с лампадки, и оно выгорит очень быстро. И вот поэтому человек часто, когда проявляет слишком много эмоций, он выгорает. И он настолько выгоранием опустошается, что он не способен жить жизнью сердца. Сердце в нем умирает, в нем трепыхаются только нервы. А если человек слишком много своих нервов использует, он становится нервным. А нервный человек к чему ведет это? К расшатанной психики. И человек становится вот сейчас особенно в наше время, когда люди только хотят получить какие-то развлечения, какую-то дозу. Они, конечно, говорят, что мы хотим побольше позитива. Ну, так сейчас принято говорить. А что значит позитив? Имейте в виду, чтобы мне было хорошо. Но, братья и сестры, если мы будем думать о том, чтобы мне было хорошо, то кто-то должен быть такой, чтобы устраивал нам этот праздник. Должен быть какой-то клоун, который развлекал бы нас. А если нас не развлекают, то мы говорим, нам скучно. А спросите человека, который трудится, по-настоящему трудится, он разве измеряет свою жизнь вот этими категориями скучно? Он прежде всего измеряет категориями ответственности, долга и обязанности. Только детей еще можно развлекать маленьких, потому что они не знают еще, не имеют ценностей жизни, еще не понимают. А взрослый человек, он не должен искать вот этого позитива, он должен дарить позитив, он должен нести в жизни других позитив, и тогда он будет видеть, что люди получают от него радость, утешение, и ему будет хорошо, потому что он сделал хорошо кому-то. А если человек говорит, что сделайте мне хорошо, все будет плохо в жизни этого человека. Так оно и бывает. Особенно хотелось бы обратить внимание на семейные отношения, потому что больше всего ждут именно в семье друг от друга этого. Никто не хочет себя заточить на то, чтобы именно ты дари благодать, ты неси добро. Нет, ждут, чтобы мне сделали добро. В этом серьезная трагедия нашей жизни, братья и сестры. Настолько серьезная, что у нас, знаете, все начинается распад семьи, потом общества, потом государства, а потом целого мира. Вы обратите внимание, что постоянно пропагандировали так называемые западные ценности. Они пропагандировали однополые браки и так называемые и так далее. И что в результате мы имеем? Расшатанный мир. Помните слова Иоанна Златоустова, который сказал, что мир состоит из государств. Государства состоят из городов. Города состоят из семей. расшатайте семью и вы получите развал целого мира. И вот если мы будем об этом помнить, что семья это самое главное, и за нее нужно бороться, и никогда даже в мыслях себе нельзя допустить развод. Потому что тот человек, который соглашается на развод, это значит, он соглашается на то, чтобы инерция разрушения разрушала этот мир. И в каком мире этот человек будет жить? Вот даже просто вот посмотрите, вот человек живет в семье, а потом он разводится. И вот когда он развелся, какое мнение об этом человеке у всех складывается? Все понимают, что это нехорошо. А если там дети, и что тогда? эти дети, они уже не верят в семью. Докажите им, что семья это хорошо. Они будут знать, что семья это только трагедия, это беда, это слезы. Поэтому самое главное, что мы должны сохранить, это должны мы сохранить семью всеми возможными силами. И тогда мы сохраним мир во всем мире. Поэтому каждый раз, братья и сестры, когда мы выражаем эмоции в семье, когда мы скандалим, ссоримся друг с другом, то должны помнить о том, что наступит время собирать плоды. Будем собирать какие плоды? То, что мы посеяли. И часто женщины оправдывают себя и говорят, ну, мы все-таки эмоциональные. Хорошо, а вы хотите, чтобы к вам эмоционально относились? Ну, я имею ввиду с каким-то негативом эмоционально. не хотим. Так почему же вы относитесь эмоционально? Все это будете пожинать. Все до конца. День расплаты обязательно за все, братья и сестры. Вы посмотрите, как написано Священное Писание. Священное Писание написано очень жестким языком. Оно не написано таким причесанным языком. Там, обратите внимание, там наказание, беды, страдания и так далее. Особенно Ветхий Завет вы почитаете. Что там творится? За все нужно рассчитываться, за все абсолютно. Если каждый из нас будет это осознавать, будет это понимать, что за все платить, то он будет каждый раз думать, а вот я сейчас сказал, что же будет потом? Расплата бывает разная. Бывает сразу, что называется, делал, получил. Бывает проходит время, а бывает братья и сестры проходят годы, но это тоже еще не страшно. Но самое страшное это расплата там, когда человек теряет царство Божие, когда там вечная смерть, вечное наказание. Особенно неприятно и тяжело, когда кто-то кого-то осуждает, братья и сестры, это самое тяжелое. И вот когда кто-то враждует с кем-то, нельзя этого допускать. Мы же христиане, как мы будем жить? Мы с этим будем жить позором. И смотрят на нас люди, которые еще в церковь не пришли, и смотрят, они там кричат друг на друга, а бывает даже в церкви люди позволяют себе кричать друг на друга. А они говорят, это такое чувство справедливости захлестнуло. я, конечно, молю Бога, чтобы не получилось так, чтобы чья-то справедливость значит упала на вашу голову. Потому что справедливость, братья и сестры, это такая вещь болезненная. После нее могут и кости болеть, и все на свете. Мы просим у Бога, разве справедливости, когда молимся? Помните, сколько раз мы говорим, Господи, помилуй, или, может быть, Господи, будь справедлив? Нет, мы говорим, Боже, милости в Буде, помилуй меня, Боже. А милость от справедливости отличается тем, что мы согрешили, а Бог нас милует и прощает, если мы каемся. А справедливость, это значит, что за все, что мы сделали, Бог нам воздаст. Мы этого хотим? Или особенно, когда дети начинают страдать, когда дети начинают болеть, мы этого хотим? Мы такого хотим в разумление? Поэтому сегодняшнее Евангелие об этом, что мы сеем, то мы будем и пожинать. Вот все, начиная, вот просто проанализируйте день, вот сегодня, вот просто маленький день, небольшой день, двадцать, нет, двенадцать часов. И вот то, что мы говорим в течение дня, вот будет, значит, вот просто, вот сделали, скажем, ну десять каких-то таких там плохих слов сказали, или там подумали о ком-то, обдумайтесь, а сколько у нас дней в жизни? И каждый раз мы что-то такое делаем. Это умножьте, и что мы получим? И нам еще лень вставать и идти в церковь? И нам еще лень молиться в храме Божьем? то мы должны просить у Бога прощения, чтобы тьма не накрыла нашу жизнь. Потому что, смотрите, я почему об этом, братья и сестры, говорю? Сгущаются тучи в мире, вы посмотрите, что творится. Я не страхи нагоняю, я говорю о реальной картине жизни. Это нас миновала та черная туча, которая, помните, в четырнадцатом году шла. Она прошла мимо Крыма, но она зацепила юго-восток Украины. А что там творится? Какая враждебность сейчас под нашу нисколько лжи сегодня? И мы тоже себе позволяем ложь. И мы лжем, лжем. И уже, понимаете, какая-то критическая масса лжи. И вот, когда вот эта последняя капля капнет лжи, может быть, это будет последняя капля кого-то из нас. Может быть, мы переполним чашу своей ложью, своей хитростью. И вот тогда вот эта чаша апокалиптическая будет такой горькой для всех нас. Поэтому каждый пусть исправляет мир из себя. Не из кого-то начинает, а из себя пусть начинает исправлять. И вот, если он будет исправлять из себя, он будет чувствовать, как вот это апокалиптическое время отступает, как оно уходит, потому что легко на душе становится от того, что ты исправил себя. А когда ты себя не исправляешь и видишь вокруг мир, погружающийся в бездну, то тогда ты уже не находишь себе места. Ты ни спать не можешь, ни жить не можешь, ты ничего не можешь. Ты запуганный, ты бежишь от страха. Вот это, братья и сестры, реальность наших дней. И тут хочется вспомнить Евангелие, когда Господь спал во время шторма. Это единственный момент в Евангелии, где говорится о том, что Спаситель наш спит. И помните, Он спал на простой лодке, когда бушевал шторм. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что тот человек, кто в Боге, тот не чувствует шторма, тот не чувствует этого ужаса и кошмара, который может твориться. Он внутри ужас, не снаружи, а он внутри. А если он и снаружи, и внутри, то тогда это уже беда. Этот человек становится и психически больным, и асоциальным, и просто человеком несчастным. Поэтому дай Бог, братья и сестры, чтобы мы внутри себя, как Серафим Саровский говорил, стяжи дух мирный, и вокруг тебя будет всем мирно и хорошо. Почему вокруг нас плохо? Почему может быть какие-то конфликты, друзей нет, или там что-то еще у каждого разные причины? Потому что мира в душе у нас нет, нет у нас мира, мы живем Бог знает чем, и постоянно брызжем какой-то желчью, обидой на весь мир, завистью, нельзя так жить. Иначе пропадем, потому что этот мир именно катится к какому-то закату, к какому-то просто кошмару. Не дай Бог, чтобы это война была, потому что они и все сейчас говорят об этой войне. Вы знаете, когда люди о чем-то слишком говорят, то это может, понимаете, в какой-то момент случиться, потому что люди уже в своих сердцах, они уже призвали эту войну. Бога призывать нужно, вот в чем наше спасение, а не войну и страхи. Бога. А Бог это Бог мира. И в церкви что говорят священники? Вот когда там говорят везде за стенами война, то священник выходит и говорит мир вам. Вот в этом и разница церкви и мира. Вначале до безумства гуляют, а потом запуганы страхами войны. А здесь все идет одним чередом. Службы, спокойненько, Богу. Все мы, знаете, как в манежике детском в церкви. Все те же богослужения, вечерня, утрення, литургия, все, вот понимаете, как будто ничего не происходит. Колесико духовной жизни крутится спокойненько. И вот если мы будем чувствовать церковь Христову, то мы тоже будем в мире душевном. И нас ничто не запугает, а иначе это вынос мозга, понимаете, как сейчас говорят. Поэтому будем, братья и сестры, накапливать мир душевный, и тогда будет покой и вокруг нас. И в семье будут все спокойные, и те, кто общается с нами. Храни все братья и сестры, Господи. Спасибо за субтитры,